Моросивший с утра дождь закончился. И теперь ничто не могло помешать спортсменам сосредоточиться на прохождении нелегкой дистанции. Перед стартом три атлетов напутствовали почетные гости. Глава Слышногорского района Владимир Нестеров, а также самая знаменитая жительница деревни Бережки Алла Пугачева. Победителей у нас много, и не важно, какого они возраста, и не важно, сколько они получат, какой приз. Главное, что наш уровень растет, и вы все красивее и здоровее. Сначала был дан старт для самых маленьких участников триатлона. В Боре енулись более 40 детей. Причем возраст некоторых не доходил и до 5 лет. В Бережковский триатлон ежегодно проводится группой спортсменов-любителей из клуба Манжосова под предводительством Анатолия Шахматова. Большого энтузиаста этого вида спорта. Одним из организаторов соревнований является и глава муниципального поселения Соколовская Марина Веременко. Мы старались подготовить по максимуму, так, чтобы было и спортсменам комфортно, и зрителям было комфортно. Ну, спорт – это жизнь, вы же понимаете. Второй год подряд в рамках Бережковского триатлона были проведены два главных старта. Чемпионат России среди ветеранов, в котором мог принять участие каждый, подходящий по возрасту. А также этап Кубка России для категории элиты и юниоры. Сегодня в поселке Бережки проходит спринт-триатлон. Участникам предстоит заплыв на 800 метров, легкоатлетический бег на 6 километров и велогонка расстоянием 22 километра. К Бережковскому триатлону уже 8 лет. Сначала он начинался как затея группы друзей-энтузиастов. Сейчас это престижное соревнование, в котором принимают участие сильнейшие триатлеты России. Кстати, все, кто сегодня выступал здесь на триатлоне, через месяц будут защищать честь страны на чемпионате мира в Швейцарии, в Лозанне. Так что здесь у них такой своеобразный предстартовый тест перед самым ответственным стартом в этом сезоне. Бережковский триатлон даже может претендовать на звание международного, так как в нем приняли участие спортсмены из Литвы, Белоруссии и Украины. Люди приехали из 30 городов страны, из Новосибирска, Красноярска, из Камчатки, из Белоруссии, Украины, в общем, отовсюду. Я считаю, вернее думал, что праздник удался мне. Победителями этапа Кубка России стали Ольга Заусайлова, Московская область среди женщин, и Иван Васильев, Ярославская область среди мужчин. Всего было более 10 номинаций. Их победители удостоились почетных призов. Абсолютно лучший результат среди любителей и ветеранов показали москвичи Андрей Адельфинский и Игорь Артамонов. Замечательная погода, очень удачная для старта. Несколько холодноватая вода для тех, кто плыл без гидрокостюма. А так, собственно, для бега такая погода самая здоровская. Не так жарко, можно бежать. И на велосипеде хорошо ехалось достаточно. Не было сильного ветра. Помимо призов, участники триатлона увозили с собой прекрасное настроение и желание вернуться сюда на следующий год.